этого роста, повторю еще раз, возможности, а не проблемы. Я особо отмечу, те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. И также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они не должны потерять в своих правах. Прошу Общероссийский народный фронт взять все вопросы, связанные с изменениями в сфере высшего образования, на особый контроль. Нынешний год объявлен в России годом педагога и наставника. Учитель, преподаватель прямо участвуют в строительстве будущего страны. И важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда. Отдельно остановлюсь на поддержке детства и российских семей. Отмечу, что так называемый детский бюджет или объем бюджетных расходов на поддержку семей в России за последние годы вырос не в какие-то проценты, в разы. Он является самым быстро растущим разделом главного финансового документа страны. Закона о бюджете. Хочу поблагодарить парламентариев и правительства за такое единое, консолидированное понимание наших национальных приоритетов. С 1 февраля материнский капитал в России вновь проиндексировано, как мы и говорили, на величину фактической инфляции за прошлый год, то есть на 11,9%. Право на такую меру поддержки теперь есть и у граждан России жителей новых субъектов Федерации. Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года. То есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Напомню, такое же решение мы приняли в своё время и для жителей Крыма и Севастополя. Мы продолжим реализацию масштабных программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. Подчеркну, перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор. Точка отсчёта здесь – это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. В прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причём темпами выше инфляции и роста зарплат. С начала текущего года МРОД поиндексирован на 6,3%. Предлагаю с 1 января следующего года, вдобавок к запланированному повышению, провести ещё одну, на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19242 рубля. Теперь, что касается донастройки налоговой системы в интересах российских семей. Начиная с прошлого года, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты налога с продажи жилья, если они решили приобрести новую, более просторную квартиру или дом. Нужно активнее использовать подобные инструменты. Они оказались востребованными, чтобы в семейных бюджетах было больше средств, а семьи могли решать самые важные, насущные проблемы. Предлагаю увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернёт гражданам из уплаченного ими подоходного налога. И, конечно, необходимо не только поднять сумму вычета, но и повысить его востребованность, чтобы вычет предоставлялся в проактивном режиме, быстро и дистанционно, не обременительно для граждан. Далее. Благополучие, качество и жизни российских семей, а значит, демографическая ситуация, прямо зависит от положения дел в социальной сфере. Знаю, что многие субъекты федерации готовы значительно ускорить обновление социальной инфраструктуры, объектов культуры и спорта, расселения, аварийного жилья, комплексное развитие сельских территорий. Такой настрой, безусловно, будет поддержан. Используем здесь следующий механизм. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас, через беспроцентные казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены. Хороший инструмент. Будем держать этот вопрос на постоянном оперативном контроле. И прошу подключиться к этой работе комиссию Госсовета по направлению экономики и финансов. При этом нам не нужна штурмовщина и погоня за объемами, тем более в ущерб качества в возводимых объектах. Дополнительные финансовые ресурсы должны сработать с высокой отдачей и результативностью. Это, собственно, особенно важно для модернизации первичного звена здравоохранения. Такая масштабная программа стартовала у нас в 2021 году. Прошу правительства и руководителей регионов не забывать. Главный критерий, уже много-много раз об этом говорил, не цифры в отчетах, а конкретные, видимые, ощутимые изменения в доступности и качестве медицинской помощи. Также поручаю правительству скорректировать нормативную базу для организации закупок санитарных автомобилей с комплектом диагностического оборудования. Они позволяют проводить диспансеризацию и профилактический осмотр непосредственно на предприятиях, в школах, учреждениях, в отдаленных населенных пунктах. Мы запустили большую программу обновления школ. К концу этого года в общей сложности будет приведено в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. Обращаю внимание, из них большая часть в сельских территориях. Мы специально это сделаем. В этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Она значимая, видимая. Люди реально видят, что происходит. Это очень хорошо. С 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной систематической основе, чтобы в принципе не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии. Далее. Мы поставили значимую цель за период с 2019 по 2024 год построить более 1300 новых школ. 850 из них уже открыто. Планируется, что в текущем году будет введено еще 400. Прошу регионы эти планы выдерживать, четко выдерживать. Объем финансирования этой программы из федерального бюджета с 2019 года по 2024 почти 490 миллиардов рублей. И мы эти расходы не снижаем. Мы это все сохраним. В этом году мы нарастили объем инфраструктурно-бюджетных кредитов. Направляем дополнительно, хочу это подчеркнуть, не так, как планировали раньше, а дополнительно 250 миллиардов рублей на развитие транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры в регионах. Вручаю правительству выделить плюсом к этим средствам еще 50 миллиардов рублей. Они целевым образом пойдут на обновление в текущем году общественного транспорта в субъекты федерации, причем на основе современных технологий. При этом прошу особое внимание здесь уделить малым городам и сельским территориям. Мы уже приняли решение продлить до 2030 года проект «Чистый воздух», цель которого – оздоровить экологическую ситуацию в крупнейших индустриальных центрах. Обращаю внимание и промышленных компаний, и региональных местных органов власти, задача существенно снизить вредные выбросы с повестки дня не снимается. Добавлю, что мы неплохо продвинулись в реформирование отрасли по обращению с отходами. Наращиваем мощности по переработке и сортировке, чтобы перейти к экономике замкнутого цикла. В приоритете дальнейшая ликвидация старых мусорных свалок и опасных объектов накопленного вреда. Прошу правительства совместно с регионами уже сейчас подготовить перечень тех объектов накопленного вреда, которые будут ликвидироваться после завершения действующей программы. Продолжим и оздоровление уникальных водных объектов, включая Байкал и Волгу. А в среднесрочной перспективе распространим эту работу на такие наши реки, как Дон, Кама, Иртыш, Урал, Терек, Волхов и Нева, озеро Ильмень. Нельзя забывать и о наших средних и малых реках. Обращаю на это внимание всех уровней власти. По поручению, которое было дано ранее, также подготовлен проект закона о развитии туризма на особо охраняемых природных территориях. Недавно обсуждали его с коллегами из правительства. Он должен чётко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу Государственную Думу ускорить рассмотрение этого законопроекта. Теперь ещё несколько слов о том, что происходит вокруг нас. Уважаемые коллеги, остановлюсь ещё на одной теме. В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса с фактическим требованием к России, как они выражаются, вернуться к выполнению договора о стратегических наступательных вооружениях, включая допуск инспекции на наши ядерные оборудованные объекты. Ну, даже не знаю, как это назвать. Театр абсурда какой-то. Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят ещё и осматривать наши оборонные объекты. В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. При этом, обращая на это особое внимание, нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают. Наши неоднократные заявки об осмотре тех или иных объектов остаются без ответа или отклоняются по формальным основаниям. И проверить толком мы ничего не можем на той стороне. Хочу подчеркнуть. США и НАТО прямо говорят о том, что их цель – нанести стратегическое поражение России. И что после этого они, как ни в чём не бывало, собираются разъезжать по нашим оборонным объектам, в том числе и новейшим. Неделю назад, например, у них подписан указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. Они и туда собираются сунуть свой нос и думают, что так просто. Мы их туда пускать будем просто так. Выпустив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Мы с этим согласны. Пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО, напомню, состоит не одна ядерная держава – США. Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. Они же тоже направлены против России. Последние заявления их лидеров это только подтверждают. Послушайте, не учитывать этого мы просто не можем, не имеем права. Особенно сегодня. Как и то, что первый договор о стратегических наступательных вооружениях изначально заключался Советским Союзом и Соединёнными Штатами в 1991 году. В принципиально другой ситуации. В условиях снижения напряжённости и укрепления взаимного доверия. В дальнейшем наши отношения вышли на такой уровень, когда Россия и США заявили, что не считают больше друг друга противниками. Замечательно, всё было очень хорошо. Действующий договор 2010 года содержит важнейшее положение о неделимости безопасности, о прямой взаимосвязи вопросов стратегических наступательных и оборонительных вооружений. Всё это давно забыто. США вышли из договора по прокат, известно. Всё осталось в прошлом. Наши отношения, что очень важно, деградировали. И это целиком заслуга Соединённых Штатов. Именно они, именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны. К строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин. Один господин. Для этого стали грубо разрушать все основы мироустройства, заложенные после Второй мировой войны, чтобы перечеркнуть наследие и Ялты, и Потсдама. Шаг за шагом стали пересматривать сложившееся мироустройство, демонтировать систему безопасности и контроля над вооружением. Спланировали и осуществили целую череду войн по всему миру. И всё, повторю, с одной целью. Сломать созданную после Второй мировой войны архитектуру международных отношений. Это не фигура речи. Вот так на практике в жизни всё и происходит. После распада СССР навсегда стремятся зафиксировать своё глобальное доминирование. Не считая с интересами современной России, да и с другими интересами других стран тоже. Конечно, ситуация в мире после 1945 года изменилась. Сформировались новые и быстро развиваются новые центры развития и влияния. Это естественный, объективный процесс, который нельзя игнорировать. Но недопустимым является то, что США стали перекраивать мироустройство именно только под себя. Исключительно в своих собственных эгоистических интересах. Теперь через представителей НАТО подают сигналы, а по сути выдвигают ультиматум. Вы, Россия, выполняйте всё, о чём договорились. В том числе договор об СНВ беспрекословно. А мы будем вести себя как заблагорассудец. Мол, нет никакой связи между проблематикой СНВ и, скажем, конфликтом на Украине, другими враждебными действиями Запада в отношении нашей страны. Как и нет громогласных заявлений, что они хотят нанести нам стратегическое поражение. Это или верх лицемерия и цинизма, или верх глупости. Но идиотами их не назовёшь. Они всё-таки не глупые люди. Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, повторю, не выходят из договора. Нет. А именно приостанавливает своё участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный ударный потенциал альянса. Они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Но, слава богу, давайте, мы не против. И не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки. Мы же знаем всё подноготное. Знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов в Соединённых Штатах. И в этой связи некоторые геители Ушангтони, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия. В том числе, с учётом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация и есть. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. Уважаемые коллеги, уважаемые граждане России, сегодня мы вместе проходим сложный, непростой путь и преодолеваем все трудности тоже вместе. Иначе и быть не могло, ведь мы воспитаны на примере наших великих предков и обязаны быть достойными их заветов, которые передаются из поколения в поколение. Мы идём только вперёд благодаря преданности Родине, воле и нашему единству. Эта сплочённость проявилась буквально с первых дней специальной военной операции. Сотни добровольцев, представители всех народов нашей страны, пришли в военкоматы, приняли решение стать рядом с защитниками Донбасса, бороться за родную землю, за отечество, за правду и справедливость. Сейчас плечом к плечу на передовой сражаются воины из всех регионов нашей многонациональной Родины. Их молитвы звучат на разных языках, но все они за победу, за боевых товарищей, за Родину. Их тяжёлый ратный труд, их подвиг находят мощный отклик во всей России. Люди поддерживают наших бойцов, не хотят, не могут оставаться в стороне. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, тёплые вещи, маскировочные сети и так далее. Всё, что помогает сохранить жизни наших ребят. Знаю, как письма детей и школьников согревают фронтовиков. Они берут их как самое дорогое, потому что берут с собой в бой, как самое дорогое. Потому что искренность и чистота детских пожеланий трогают до слёз. У бойцов крепнет понимание, ради чего они сражаются, кого защищают. Очень значима для воинов и их семей, для мирных жителей и та забота, которая окружает их волонтёры. С самого начала спецоперации они действуют смело и решительно. Под огнём, обстрелами выводят из подвалов детей, стариков, всех, кто оказался в беде. Доставляли в горячие точки и делают это до сих пор еду, воду, одежду. Разворачивают для беженцев центры гуманитарной помощи. Помогают в полевых госпиталях и на линии боевого соприкосновения. Рискуя собой, спасают и продолжают спасать других. Только Народный фронт в рамках инициативы «Всё для победы» собрал более 5 миллиардов рублей. Такой поток пожертвований идёт постоянно. Здесь одинаково важен вклад каждого. И крупные компании, и предприниматели. Но особенно трогают и вдохновляют ситуации, когда люди со скромными доходами перечисляют часть своих сбережений, зарплат и пенсий. Такое единение для помощи нашим воинам, мирным жителям в зоне боевых действий, беженцам, дорогого стоят. Спасибо вам за эту искреннюю поддержку, сплочённость, взаимовыручку. Их невозможно переоценить. Россия... Россия ответит на любые вызовы. Потому что все мы – одна страна, один большой и сплочённый народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова А.Кулакова